Уважаемые друзья, позвольте приветствовать вас на заседании Высшего Государственного Совета. Мы только что с Владимиром Владимировичем общались по телефону, поэтому я с ним не здороваюсь, мы уже поздоровались. А всех членов Высшего Государственного Совета хотел бы поприветствовать на нашем заседании. Учитывая то, что в нашей братской России сегодня хороший, добрый праздник, День Единства, я хотел бы от имени белорусов вас, Владимир Владимирович, вы абсолютно в теме, в связи с теми мероприятиями, которые проводите в Крыму, а также членов Высшего Государственного Совета, всех россиян поздравить с этим добрым, светлым праздником. А также хотел бы попросить моего доброго друга, коллега Владимирович, вас, если будет какая-то возможность, хотя бы через руководство Крыма, передать самое теплое поздравление от белорусов крымчанам, пожелать им крепкого здоровья, мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, и будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена. Уважаемые друзья, заседание Высшего Государственного Совета силами Дмитрия Мезенцева и его коллегами качественно подготовлено. Если вы не против, мы могли бы начать и очень компактно провести это заседание, поскольку оно не просто хорошо подготовлено, материалы и документы и вопросы, которые вносятся на заседание, не единожды были в поле зрения. За три года двух президентов, Владимир Владимирович когда-то, я помню, что зимой в Сочи инициировал многие вопросы для рассмотрения, но за три года мы подготовили аж 18 крупных проблем, рассмотрели их в нашем совмине союзном, утвердили их, Ну а сейчас мы должны подписать соответствующие документы, которые окончательно нужны для принятия и вступления в силу наших законов союзного государства, скажем так. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Высшего Государственного Совета, участники нашего заседания, Мы все рады видеть друг друга в добром здравии, сегодня это как никогда актуально и важно. Разрешите воспользоваться правом председательствующего и объявить наше заседание открыто. К сожалению, разного рода вызовы и угрозы для Беларуси и России, помноженные на неутихающую мировую пандемию, нарушили график наших регулярных встреч. Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права беларусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности. Серьезной проверкой на прочность для отношений между нашими странами стало беспрецедентное внешнее давление. Можно с уверенностью констатировать, что мы эту проверку выдержали. Более того, мы становимся сильнее. Это подтверждают данные экономической статистики. За 9 месяцев текущего года объем союзного товарооборота вырос более чем на треть и достиг в непростые времена 28 миллиардов долларов. Это только за 9 месяцев. Многоплановый характер носит наше внешнеполитическое взаимодействие. Беларусь и Россия выступают с единых позиций практически по всем современным проблемам на разных международных площадках. Нельзя не отметить тесное сотрудничество в сфере обороны. Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надежным счетом безопасности не только для наших снад, но и для всего постсоветского пространства. Мы с президентом и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем. Отдельная тема в союзном строительстве – решение социальных вопросов, защита интересов граждан. Мы достигли самых весомых результатов именно в проведении согласованной социальной политики, обеспечивающей достойную жизнь и свободное развитие человека. Граждане наших стран имеют равные права в сфере труда, отдыха, здравоохранения, образования. Однако жизнь не стоит на месте. Все мы в той иной степени осознаем необходимость дальнейшего движения вперед по пути заюзного строительства. Тем самым обеспечивается защита интересов Беларуси и России в общем мировом пространстве. То, что мы целенаправленно, без хаоса совершенствуем и внутренние наши процессы, общественные процессы, говорит то, что совсем недавно в Российской Федерации была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. То же самое и Беларусь, следом готовится провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале месяце мы проведем соответствующий референдум и примем новую конституцию. Именно в этом залог нашего движения вперед, упорядоченного движения. Мы с президентом России Владимиром Путином в 2019 году поставили перед правительственными двух стран задачу оценить итоги союзной интеграции и определить шаги по ее дальнейшему углублению. Сегодня мы принимаем практический отчет о проделанной работе. Документы одобрены Советом министров союзного государства и требуют утверждения на уровне Высшего государственного совета, что мы сегодня и делаем. После этого правительствам в течение двух лет необходимо принять в мере по реализации церковного ряда концептуальных решений. По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений. Результатом этой работы должны стать формирование качества новой среды, оборота товаров и услуг, создание объединенных отраслевых рынков, реализация единых – финансовой, налоговой, кредитной, промышленной и других политиков. На новый уровень следует вывести сотрудничество органов государственного управления, поставив перед ними задачу решать вопросы двусторонних отношений в первоочередном порядке с учетом взаимных интересов. Вместе с тем, хочу предостеречь правительство от углубления в теорию. Практическую отдачу от принимаемых решений мы должны увидеть, что называется, уже завтра. Прежде всего, речь идет о реализации крупных совместных проектов. Положительные примеры у нас уже есть. Они не единожды обсуждались на уровне глав государств. В частности, в сферах атомной энергетики и освоении космоса. Есть у нас предметные договоренности по другим перспективным направлениям совместной работы, которые мы уже неоднократно обсуждали с президентом, как я уже сказал. Это тот же проект по пилотируемой космонавтике, созданию нового аппарата зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Это микроэлектроника, где мы договорились всесторонне проработать вопросы проектирования и производства электронной компонентной базы. Я бы попросил постком союзного государства, лично его руководителя Мезенцева Дмитрия Федоровича, взять эти вопросы на особый контроль. Все договоренности с президентом по таким вопросам, важным перспективным направлениям, должны быть формализованы через соответствующее решение союзных органов. Уважаемые участники заседания, убежден, что решения, которые мы сегодня принимаем в очередной раз, подтверждают наличие огромного потенциала для дальнейшего развития нашего объединения. Впереди нас ждет большая работа, но я уверен, все намеченное будет реализовано в полном объеме на благо наших стран и народов, что соответствует целям и принципам союзного строительства.